И я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию, всех ближних и дальних, всех, кто смотрят нас, находясь в других каких-то городах. Слава Господу за эту возможность. И мы сегодня вместе можем соединиться вокруг Слова Божьего. Я не знаю, есть ли что-то более ценное, более важное, чем то, чем мы будем заниматься сегодня. Мы будем вникать в Слово Божье, и мы будем слышать Его, живого, настоящего Бога, который говорит нам через Своё Слово. И Он говорит к нам и днём, и я заметил, что говорит и ночью. И вот в пятницу утром я проснулся, опять же, от слов, которые говорил, как я потом понял, во сне. Богу как-то понравилось, видать, обращаться ко мне вот таким образом. Вот, наверное, по-другому мне сложно что-то показать ясно, а тут вот так вот ясно, чтобы я прям уцепился. И вот я во сне говорю, говорю так ясно, кому-то прям объясняю, что вот это так важно, и что есть три условия для того, чтобы попасть на небо. И кто-то подумал, этот сон точно не от Бога. Потому что мы не хотим условий. Мы хотим просто попасть на небо. Зачем нам какие-то условия? Но, знаете, этот сон был достаточно яркий. И вот я говорю эти три условия. И просыпаюсь, и глаза закрыты, и я думаю, Господи, прям во сне, как это круто, насколько это важно, правда, насколько это сильно. Знаете, бывают такие простые вещи, которые ты, может быть, слышал уже тысячу раз, но когда Бог тебе это говорит, и это как-то открывается, они для тебя становятся такими тяжелыми, такими весомыми, такими важными. Понимаете, о чем говорю? Знакомые вещи. Но вдруг открываются снова силы. И вот я говорю, значит, кому-то эти три вещи, как три условия, которые необходимы, чтобы попасть на небо. И первое – это прощение. Второе – это отношение с Богом. И третье – это служение Богу. И я повторяю это. Прощение, отношение, служение, прощение, отношение, служение, прощение, отношение, служение. Думаю, все, кажется, запомнил. Чтобы не забыть, думаю, открываю глаза, бывает, просто все улетучивается, как вот этот сон. А это такие драгоценности. Поэтому я проснулся и побежал, все темно, еще ничего не видно, где тут листок, ручка. И я нашел телефон, быстренько записал в телефон. Необходимо иметь прощение. Необходимо быть прощенным человеком. Ты скажешь, а почему я должен быть прощенным? Я что, должен Богу что-то? Я думаю, что мы все должны Богу что-то. Потому что Бог дал нам очень много. То, что мы использовали совершенно по-своему, не так, не то, для чего Он нам дал. Например, Бог каждому из нас дал руки. Но сколько неправильных вещей мы этими руками сделали. Сколько нечистых вещей или злых, каких-то дел мы сделали этими руками. Мы должны что-то Богу. Он дал нам язык для определенных целей, чтобы мы благословляли, чтобы мы творили что-то. Вы знаете, что мы созданы по подобию и образу Божьему, по подобию Бога, который однажды словом творил небо и землю. И потом Он создал нас по подобию и образу Своему и дал нам язык. Дал нам способность очень ясно говорить слова, чтобы творить этими словами, чтобы не разрушать, чтобы созидать этими словами друг друга, чтобы благословлять эту землю, благословлять всех вокруг, чтобы благословение Божие наполняло эту землю. Но сколько этим языком мы сделали нехороших, неправильных, сказали слов, злых слов, нечистых слов. Бог дал нам ноги, чтобы мы ходили Его путями и чтобы исполняли Его волю. Сколько мы этими ногами прошли своевольную дорогу. Я думаю, что мы на самом деле очень много должны. И мне кажется, что все люди на этой земле ощущают этот долг перед Богом. И от этого, я думаю, многие люди не стремятся в отношения с Богом. Они где-то внутри чувствуют себя этими должниками. Я должен Богу. А я заметил, что человек, который кому-то должен, не стремится строить отношения с тем, кому он должен. Вот, допустим, идете вы с человеком, который должен банку денег. И вот он в банке взял кредит, и он уже год не платит, и там уже проценты натикали, и он уже ощущает себя должником. И вот вы с ним идете просто по дороге, и вам нужно снять в банке, в банкомате зайти и снять деньги с карточки. И вы ему, между прочим, говорите, о, кстати, тут банк, давай сейчас зайдем. Зачем? И вы думаете, странная реакция, ты что? Я так люблю ходить в банк. Знаешь, заходишь в банк, там денег дают, карточку просто раз вставил тебе, бум-бам-бум, и это денежки получил, и все. Он говорит, ну ага, ладно, говорит, иди, я тебе на крыльце подожду. У него другая какая-то реакция, своя какая-то реакция. Почему? Потому что он чувствует, он там должен. Я думаю, что люди вот подобным образом иногда реагируют на эти отношения с Богом. Ты разговариваешь с человеком и говоришь, да, кстати, я завтра в церковь собираюсь, пойдем со мной. Зачем? И ты думаешь, странная реакция, да как, зачем, я так люблю в церковь ходить. Ты знаешь, когда мы собираемся там вместе, мы прославляем Бога, такое присутствие Божье классное. Ты знаешь, я чувствую, что Он любит меня. Когда мы молимся, Бог отвечает на наши молитвы, я потом вижу это в течение недели. Знаешь, так классно в церкви, пойдем на собрание, пойдем к Богу. Ага. Я трансляцию посмотрю. Ладно. Я на пороге постою. Я думаю, что от того, что человек чувствует себя должником перед Богом, он не стремится идти к Богу зачастую. Это необходимое условие, чтобы прийти на небо. Человек с долгом не может прийти на небо. Написано, ничто нечистое на небеса не попадет. Ничто нечистое и преданное мерзости не может попасть на небеса. Но Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы взять наш долг на себя. Я заметил, что люди из-за страха, еще из-за каких-то причин не идут к тому, кому они должны. Они пытаются по-своему это чувство дискомфорта перед должником, точнее перед тем, кому должны освободиться. Как-то по-своему хотят от этого чувства. И мне это напоминает такую картину. Ну, например, Семен должен Григорию 10 миллионов. О, Боже, аж ропот прошел по залу. 10 миллионов рублей. И вот он должен ему. И какое-то время уже должен. И я смотрю на Семена, но лица просто на человека нет. И мне жалко. Ну, 10 миллионов, семья у человека есть. О детках мечтают, строят будущее, бизнес, значит, пытаются запустить, ремонт делают. Ну, столько проблем. 10 миллионов, это просто как плита какая-то над Семеном. И мне так жалко. И я думаю, надо как-то решать эту проблему. И я подхожу к Семену, говорю, слушай, Сем, ты просто не думай о плохом. Хорошо? Давай договоримся. Ты просто повторяй за мной. У меня все в жизни хорошо. У меня все получится. Все получится у меня. О! Видимо, уже улыбается. Я вижу, что прямо ему легче. Легче. Ну, вот кто-то говорит, Гриша идет. И улыбка просто ушла с лица, и Семен тоже куда-то ушел. И я говорю, Сем, ты ладно, подожди, не расстраивайся. Я тут подумал, знаешь, Сем. И я решил, я прощаю тебе. Я прощаю тебе весь твой долг. Вообще не думай больше об этом. Хорошо? Повторяй за мной. Я ничего никому не должен. Ничего никому не должен. Видишь, опять настроение поднимается. Опять прям хорошо чувствуешь, да, свобода. Приходит уже свобода, да. Гриша идет. И все ворачивается обратно. Почему? Ну, потому что никто не может нам простить наши грехи. Никто не может снять с нас это бремя, которое висит на нас этим тяжелым рюкзаком перед Богом. Никто не может освободить нас от этой тяжести грехов. Только один. Только тот, кто заплатил цену за все эти миллионы. Вы знаете, вы скажете, вот такой пример, так много денег, 10 миллионов. Но Библия показывает намного круче примеры. Как один должен другому, показывая, что мы все должны перед Богом. И там такой пример, и там столько денег, там тонны золота, которые вообще невозможно было бы никогда отдать. И это иллюстрация нашего долга перед Богом. Мы никогда бы не смогли отдать. Никто не сможет нам помочь. Ни один человек, никакая психология, никакой тренинг не сможет освободить нас по-настоящему от этих долгов. Только тот, кто однажды заплатил за все наши долги. Это Иисус Христос. Он однажды оставил небо. Он пришел на эту землю. И каждый из нас должен был расплачиваться за все наши грехи. В вечности, в озере Огненном, это наказание за все наши грехи. Но Иисус пришел, чтобы взять на себя наши грехи. И Он безгрешный согласился отдать свою жизнь как плату. Отдать свою жизнь на этой земле как плату, чтобы выкупить нас из этого рабства. И сегодня Он каждому предлагает прощение. Дорогие, Он каждому предлагает прощение. Очень важно принять это прощение. И очень важно жить в этом прощении. Сегодня каждый человек, который пригласил Иисуса Христа в свою жизнь, он имеет прощение от самого Бога. Я хочу спросить, кто из вас ощущает себя здесь, прямо сейчас, прощенным человеком, свободным человеком от всех грехов? Спасибо, спасибо за все поднятые руки. И спасибо за честность, потому что не все подняли руки драгоценные. Вам надо вернуться к этому вопросу. Вам надо подумать, почему вы не ощущаете, если вы не ощущаете прощения в своей жизни, потому что Иисус Христос сделал абсолютно все. Ты не можешь туда добавить ни грамма, чтобы почувствовать себя прощенным и чтобы быть прощенным. Иисус заплатил совершенную цену. И Он хочет, чтобы ты имел это прощение. Он хочет, чтобы ты имел эту свободу от всех грехов. Потому что прощение – это начало взаимоотношений с Богом. Прощение – это начало настоящих взаимоотношений со святым, настоящим, всемогущим Богом. И то, что нам важно дальше понимать, это то, что, чтобы прийти правильно на небо, чтобы прийти на небо, чтобы прийти в Царство Божье, нам необходимо иметь отношение с Богом. Это второе то, что я услышал. Нам необходимо иметь отношение с Богом. Без отношений, без настоящих отношений каждый день мы не поймем с вами, что правильно, что неправильно. Мы не сможем сделать правильный выбор. И каждый думает, что избирает лучшее, только потом плоды показывают, что, оказывается, это была ошибка. Нам нужен Бог каждый день. Нам необходимо отношение с Ним. Вы знаете, я вырос в доме, у меня всегда была папа и мама, у меня всегда были родители. И они были и есть, они достаточно образованные и успешные, просто по человеческим меркам. Мама прошла путь от простого продавца до директора магазина, она профессиональный экономист. Папа у меня прошел весь путь от простого электрика до начальника электроцеха в единственном ТЭЦ, в огромном ТЭЦ в нашем городе на Сахалине. Одна профессионалка в экономист, другой профессионал энергетик. И знаете, странно, наверное, это будет звучать, но это то, в чем я меньше всего разбираюсь. Меньше всего я разбираюсь в экономике, пастор Надежда знает, и в электрике. Брат Андрей Савинцев тоже это знает. Это две вещи, в которых я должен был бы, по идее, быть профессионалом. Но это то, в чем я разбираюсь меньше всего. И очень странный парадокс, но этот парадокс говорит о том, что там, где нет отношений, там нет никакого толку, что ты называешься сыном или дочерью. Я всегда был в доме, у меня всегда был отец и мать, но у нас никогда не было тех отношений, которые должны были бы быть. И я не хочу сейчас говорить о том, кто прав, кто виноват, кто больше, кто меньше. Я хочу сейчас сказать только одну мысль. Если нет отношений с Богом, ты можешь называться сыном и дочерью, только никакого толку от этого не будет. Более того, я заметил, что если у тебя нет с кем-то отношений, то тебе и брать от него ничего не хочется. Я оказался в огромной проблеме, ну слава Богу, через которую и к Богу-то пришел. Но когда я оказался в этой проблеме, у меня была мысль, надо обратиться к родителям, чтобы попросить денег, потому что никто не мог решить эту проблему. Я оказался в Новосибирске, у меня не было ничего, у меня была куча проблем, и я не мог двинуться никуда, потому что деньги закончились. И мне нужно было бы обратиться к родителям, которые, скорее всего, помогли бы, но не было отношений. И я не чувствовал способным себя попросить у них о чем-то. И мне не хотелось попросить у них о чем-то. Я множество раз уже каялся за это. Сегодня у меня потрясающие отношения с Богом, отношения с родителями, как никогда лучше, которых никогда не было в детстве. Но это то, что помог Бог. Я сейчас говорю о естественных пока вещах. Так вот, если нет отношений, то тебе не хочется ничего брать от Него. Если нет отношений с Богом, то тебе и не хочется что-то сделать для Него. Тебе и не хочется что-то даже получить от Него. Ты больше рассчитываешь на свои какие-то способности, на свои какие-то планы, на свои силы. И остается твоя человеческая жизнь, которую ты просто будешь доживать на этой земле. Потому что без отношений с Богом невозможно увидеть тот путь на небо, который Бог приготовил для каждого человека. Невозможно оказаться в Царстве Божьем без отношений с Богом. Вы знаете, Иисус рассказывал такую притчу о десяти девах. И там были пять мудрые, а пять неразумные. И вы помните прекрасно эту притчу, когда пришел жених, и двери раскрылись, и нужно было просто войти в это Царство Божье. И у мудрых был этот елей, было это масло в светильниках. И они просто зажгли эти светильники, и они вошли, они нашли вход в Царство Божье. А другие пять неразумные, у них не было масла, у них были светильники, только толку от них никакого не было. Потому что там масла не было. Поэтому они не смогли найти вход. Они не смогли войти в Царство Божье, просто потому что они не смогли найти вход. Друзья, я уверен, что масло символизирует отношения с Богом. И эти отношения, они не валяются на дороге. Когда те неразумные попросили у разумных дайте масло, они говорят, нет, идите купите. Надо какую-то цену заплатить за эти отношения. Они просто так не падают с неба, как прощение. Они строятся, эти отношения. Каждый день выстраиваются эти отношения. И в результате они у тебя или есть, и ты понимаешь, куда идти, или у тебя их нет. И все, что остается, это твои силы, твои способности, твои передвижения по этой земле. И очень мало шансов, что ты придешь в Царство Божье. Нам необходимы отношения с живым Богом. И третье, мне кажется, это самое легкое. Это служение Богу. Без Него на самом деле невозможно войти в Царство Божье, потому что это так естественно. В Царстве Божьем нет ни одного бездельника, нет ни одного, который бы не служил, не делал бы ничего. Это как в теле, в организме. Если какая-то часть тела не работает, она не функционирует, она ничего не производит, то это значит проблема с этой частью. Она засохнет рано или поздно, ее ампутируют, ее удалят, чтобы все тело не заразило. Поэтому это естественно, что в теле каждый делает какое-то дело. Но это самое простое, мне кажется, если есть первые два условия. Потому что третье, оно вытекает из первых двух. Третье, оно показывает, есть ли эти два. Или нет? Это подобным образом, как, представьте, если молодой человек, он влюблен. И он мечтает жениться на этой прекрасной девушке, которую полюбила. И ему говорят, что условия для того, чтобы ты женился на ней, тебе вот что нужно делать. Тебе нужно помогать ей во всем. И вы представьте, он ему сказал, что вообще, что попало? Я с работы прихожу усталый. У меня денег не хватает. И я еще ей должен помогать. Вы как себе представляете, возможно, такое мышление у человека, который влюбленный? Нет, конечно. Он скажет, вау, это самое крутое условие. Это так классно, я готов. Я не постою за ценой, без разницы в какое время. Я готов тратить все, что угодно, лишь бы помогать ей во всем, в чем нужно помогать, почему. Я люблю ее. Я готов делать все, что нужно и не думать о цене вообще. Это так естественно, служить Богу. Если ты ощущаешь себя прощенным человеком, если ты принял этот дар от Бога, и ты стоишь в нем, ты знаешь, что Бог за тебя. Ты знаешь, что Бог любит тебя. Ты знаешь, что Бог не против тебя. Ты знаешь, что все, что кроме этого от дьявола приходит, этот суд, это осуждение. Ты знаешь, что Бог освободил тебя от власти грехов. Тебе нужно жить дальше с ним свято и не грешить. Если у тебя есть эта свежесть, и ты строишь отношения с Богом, это будет так естественно, чтобы ты хотел Ему служить. Но если тебе не хочется служить, подумай, все ли в порядке у тебя в этих двух условиях. Итак, нам необходимо прощение, нам необходимо отношения с Богом, и нам необходимо служить Ему. Мне кажется, последнее, самое простое, с первым тоже, мне кажется, не так все сложно, потому что все, что нужно сделать, сделал Иисус. Мы не можем добавить ничего, мы можем только принять это прощение. Он оставил небо, пришел на землю, Он пролил свою святую кровь, Он позволил, чтобы Его распили на кресте за наши грехи. Он воскрес из мертвых, потому что Сам не сделал ни одного греха. Он сегодня предлагает это прощение и новую жизнь. Все, что от нас требуется, это верою принять и сказать, я верю, что Бог за меня. Сказать, я верю, что Он прощает меня. Я отдаю Ему свою жизнь, и дьявол больше ничего не сможет в ней сделать. Аминь. Поэтому там тоже, мне кажется, все просто. Но вот где по-настоящему сложно, хотя в первом пункте для кого-то тоже почему-то бывает трудно принять это прощение. Они говорят, ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Бесплатно ничего не бывает, они привыкли, что надо за все платить, а здесь Бог предлагает просто прощение. Последнее, что в этом плане скажу, ты не сможешь заплатить Богу никакую цену, чтобы самостоятельно выкупить себя из рабства дьявола, из рабства греховного. Все, что ты можешь, это единственный шанс получить прощение через Иисуса Христа и больше никаким образом. Но вот что по-настоящему мне кажется трудным, это отношение с Богом. Потому что, вы знаете, они такие новые, они такие сверхъестественные. Почему? Ну, потому что Бог, Он сверхъестественный. Он больше, чем мы можем Его понять. Он больше, чем мы можем просчитать и понять наперед, это правильно то, что Он сейчас предлагает, или это неправильно то, что Он сейчас предлагает. Это невозможно. Поэтому, когда Бог начинает нас развивать в отношениях с Ним, мне кажется, вот здесь наш мозг, наши понятия, вся наша жизнь, она порой начинает просто трещать. И, к сожалению, от этого иногда мы просто останавливаемся в этих отношениях с Богом и не стремимся дальше развивать с Ним эти отношения. В результате Бог ворует и то, что было, ты перестаешь себя чувствовать прощенным, и ворует то, что будет, и ты не знаешь, куда пойти дальше. Поэтому я хочу сегодня немножко поговорить с вами об этом важном моменте, о наших отношениях, о наших взаимоотношениях с Богом. И мне это напоминает игру в настольный теннис. Вот почему я притащил сюда сегодня эту ракетку с шариком. Знаете, игра в настольный теннис, она таким образом, что два человека стоят друг напротив друга за одним столом, и они перекидывают шарик один другому по очереди, чтобы попасть на стол. До тех пор, пока один по каким-то причинам не сможет отбить этот шарик, и тогда тому другому будет засчитано очко. И знаете, когда я много лет потратил на тренировки по этому виду спорта и достиг определенных хороших результатов в свое время, и когда я сегодня играю с человеком, который слаб же меня по настольному теннису играет, то я же не играю в полную силу никогда, потому что оно будет неинтересно. Я годы потратил на этот вид спорта, я знаю, как отбить, как подать таким образом, что человек не сможет отбить просто особо не сведущий в этом виде спорта, поэтому будет неинтересно, человек будет просто постоянно бегать за шариком. И это будет не игра. Мне доставляет удовольствие сам процесс. И чтобы этот процесс состоялся, я отбиваю так, чтобы шарик прилетел чуть ли не прямо в ракетку тому человеку, с которым я играю. И тому надо просто подставить ракетку, и шарик отлетает, и ко мне прилетает. И вот я отбиваю, и он отбивает, и я отбиваю, и он отбивает, и мы играем, и шарик не улетает со стола. И вот я смотрю, что у того человека, с которым я играю, уже улыбка на устах, потому что никогда у него так не получалось, а теперь получается, и он играет, и мы играем. Это круто! Это доставляет удовольствие, и мне это доставляет удовольствие, когда он улыбается, потому что у него получается. Я думаю, Бог точно так же играет с нами. Как бы играет, если можно так сказать. Он живет с нами, но он не играет с нами так, чтобы выиграть. Потому что нет никаких проблем с нами тогда, чтобы нас выиграть. Он знает, как нам предложить такую ситуацию, где мы просто потухнем, где мы просто будем разрушены, где у нас ничего не получится, если Бог захочет доказать нам, что мы грешники, и что у нас ничего не получится. Это дважды два, вот так, для Бога. Потому что Он знает все наши мысли. Я когда прокручиваю 25 лет назад, когда я уверовал, и думаю, Боже мой, ты же знал всю эту мерзость, которая была в этой голове. Ты же знал все эти чувства отвратительные, которые были в этом сердце. Как ты мог вообще меня избрать? Как ты мог предложить мне отношения с собою, со святым Богом? Зачем тебе надо было вообще идти на крест за мои грехи, Господи? Спустя годы я осознаю, каким ужасным я был. Может быть, спустя годы пойму, насколько ужасен я сейчас. Но Бог не открывает мне вот так все. И не открывает нам все. У Него нет цели выиграть нас. У Него есть цель развивать нас через эти взаимоотношения. И Он порой отбивает нам, знаете, ракетка – это Бог. Ну, простите, несовершенная иллюстрация, конечно. Но, чтобы проиллюстрировать, да, притчу такую. А шарик – это Слово Божье. А рука – это наши силы, это наши способности. И вот Бог подает нам. И вот Он предлагает нам свое Слово. Он ожидает, что мы его примем. И Он ожидает, что мы его направим в правильном направлении. Знаете, что я заметил? Пару месяцев назад, как вы знаете, мы начали тренировки по настольному теннису. С ребятишками, с подростками нашими. И вот за эти два месяца я многому чему научился. Просто потрясающе. И я заметил, что самая распространенная ошибка у наших начинающих теннисистов, знаете, какая? Они отбивают не ракеткой, а рукой. Ракетка должна стать продолжением руки. Ракетка для того, чтобы усилить тебя, усилить твою руку, сделать тебя более способным, чтобы ты отбил этой ракеткой и попал именно туда, куда нужно, чтобы шарик прилетел. Но я заметил, что когда ребятишки играют, они почему-то не вот так отбивают, а вот так. У них шарик попадает на руку, шарик попадает на руку, шарик попадает на руку. И они иногда просто психуют и говорят, почему у меня все время шарик попадает на руку? Я говорю, потому что ты привык надеяться на свою руку. Ты чувствуешь свою руку. Она для тебя понятная. Ты всегда надеялся на свою руку. И если ты что-то брал, ты брал рукой. Если ты что-то кидал, ты кидал рукой. Если ты что-то отбивал, ты отбивал рукой. Это так естественно. Неестественно для тебя было ходить с ракеткой. Неестественно было для тебя, чтобы ракетка была продолжением твоей руки. А теперь тебе нужно научиться рассчитывать на эту ракетку. Это что-то новое. То, что появилось у тебя в руке. Она теперь должна стать продолжением твоей руки. И они отбивают и опять на руку. Отбивают и опять на руку. Сколько же можно? И ответ очень простой. Нужны тысячи ударов по шарику. Нужны десятки тысяч. Может быть сотни тысяч ударов ракеткой по шарику. Прежде чем ты просто начнешь чувствовать, что это ракетка, и надо отбивать ей. А это шарик, и он должен тебя послушаться. Тысячи, тысячи, тысячи ударов. И тогда вдруг человек начинает чувствовать. О, получается. У меня получается. И он начинает выбивать. А ты спрашиваешь, откуда у меня столько ситуаций в жизни? Почему я вроде стараюсь поступить по слову, а в итоге получается не так? Почему слово не работает в моей жизни? Ведь я точно стараюсь сделать. Ты точно стараешься сделать? Рукой. Ты точно получил откровение. Все в порядке с ракеткой. Все в порядке с шариком. С откровением нет проблем. С Богом нет проблем. Но почему-то отбиваешь ты своими силами. Но почему-то стараешься из пол слова воплотить в жизнь своими силами. А своими силами не получается. А своими силами невозможно исполнить слово Божье. Потому что, когда оно к тебе приходит, и ты смотришь на свои силы, ты видишь себя просто ограниченным. Ты смотришь на свое время, и ты говоришь, я это не успею. Ты смотришь на свои силы, ты говоришь, я это не смогу. Ты смотришь на свои возможности, и говоришь, у меня это не получится. И вот здесь я вижу самая большая наша ошибка в отношениях с Богом. Мне в среду позвонил пастырь Виталий. Кажется, в среду. Я работал в этот момент, плитку клал, намордник на лице. Ну, простите, маска такая, чтобы пыли не дышать. Руки в грязи, лицо в пыли. Я вот такой. Значит, не звонок, сообщение приходит, я смотрю пастырь. Но когда пастырь приходит в сообщение, все, это приоритет. Я откладываю, значит, там, вытер, там, палец, ткнул сообщение. Пастырь говорит, Женя, а мог бы ты взять ответственность за Белкин дом? Потому что я завтра улетаю, точнее, сегодня утром, в 5 утра, кажется. Возьми дом, за дом, ответственность. Я легко объяснил пастырю, чего он не понимает. Что вообще он не видит. И что ему надо понять вообще, чтобы, ну, прежде чем предлагать вот такие предложения, вот такие вот делать. Поэтому я наговорил ему ответ, стал дальше работать. Я подумал, что он пришлет сейчас, мне скажет, а, точно, я что-то не подумал, я все понял. А он мне присылает ответ, где продолжает эту мысль, что мне надо взять ответственность какую-то новую. И, в общем, мы так немножко попереговаривались, и все. Я понимаю, это не моя тема просто, это не моя тема, пастыр просто перепутал что-то. Потому что, ну, вы же понимаете, вы же видите, мне даже трудно нажать на этот телефон. Какой Белкин дом? Поэтому я продолжал работать, работал я в этот день так устал, что мне даже думать трудно было о чем-то другом. Поэтому я пришел домой, пока помылся, туда-сюда, еще там надо было на кучу разных вопросов ответить. Поэтому я сделал с последних сил все, что нужно было. Я даже не мог думать о том, что пришло еще какое-то предложение. Я просто отрубился и уснул. Знаете, что я подумал потом? Что некоторые люди, они погружаются в работу с головой просто по той причине, чтобы адекватно не думать. Потому что, если ты будешь честно, адекватно думать, у тебя будет конфликт между тем, что предлагает тебе Бог, и между теми способностями и возможностями, которые у тебя есть. И тебе нужно будет делать какой-то выбор. Или довериться Богу, или остаться со своими возможностями и оказаться непослушным Богу. И это очень неприятное чувство опять быть должником. Очень неприятное, такое ужасное чувство, которое тебя разрушает. И многим людям не хочется этим быть должником. Не хочется чувствовать, что они что-то не сделали, то, что Бог попросил. Поэтому они просто уходят с головой в работу. Потому что проще. Ты устаешь так, что не думаешь больше ни о чем. Если тебе кто-то что-то предлагает, тебе легко объяснить. Ребята, вы чего не видите, что ли? Вы что, серьезно? У меня концы с концами не сводятся. У меня дети, жена, муж. У меня то, другое, пятое, десятое. Я не могу больше ничего сделать. Многие люди сегодня уходят с головой в работу, просто чтобы не видеть реальность. Настоящую реальность. Писание говорит, что служитель должен быть. Я верю, что мы все служители Нового Завета. Мы все должны быть трезвыми. Написано, чтобы мы были трезвыми, знаете, а можно быть пьяными. Кто-то в миру уходит просто от реальности, напившись какого-то зелья, а кто-то уже в христианстве, в церкви уходит из реальности с Богом, просто окунаясь в какую-то работу, окунаясь во что-нибудь, где больше тебя ни на что не хватает. Пусть Бог включит свой свет сегодня. Пусть Бог осветит сегодня твое мышление. Он предлагает тебе сегодня обновить отношения. Он предлагает тебе сегодня что-то новое. Знаете, это потрясающе. Когда раз за разом они продолжают выбивать. Они продолжают выбивать. У них получается, у них получается, у них получается, они радуются. Знаете, у нас есть следующее упражнение потом. Теперь надо отбивать и приседать. Отбивать и приседать. И вы смотрите на меня, скажете, ерунда какая, как все просто, приди домой и попробуй. Но это на самом деле для меня просто. Но когда они начинают отбивать, они вот так вот. Я даже не смогу показать. Вдруг ориентир теряется, координация движений. Оказывается, не срабатывает, надо натренировать что-то. И они, ой, это вообще невозможно. Я говорю, все возможно, давай пробуй. У нас в жизни так. Ты уже попробовал, у тебя уже отношения с Богом получаются, и ты уже веришь. Бог любит, хо-хо, Бог за меня. Аллилуйя, Он поможет мне во всем. У меня все получается, Господь за меня. Он любит, Он пролил свою кровь за меня. И у тебя уже с этим все в порядке. Но вот он говорит, слушай, там на Белкин дом надо помочь. И ты все, и ты потерялся, приседания начались. Координация движений, и все вышибло просто. Потому что все так нормально было, что Бог за тебя, что все в порядке. Подожди, следующее упражнение в отношениях с Богом. Он тебя любит теперь, только Он тебе предлагает еще что-то. Сделать то, что сверх твоих возможностей. Что надо сделать? Надо продолжать развивать отношения с Богом. Надо продолжать пробовать. Надо стараться. Надо не отмахиваться от этих предложений. Вы знаете, если вкратце сказать та история, которую я начал. Я вечером-то лег спокойно спать, не думая ни о чем, потому что уже сил не осталось думать. Но наступило утро. Вы знаете, написано, утром милость Божья обновляется. Для алкоголика это так не кажется. Он утром встает, у него голова болит. А он не понимает, что эта милость Божья обновляется. Он трезвый становится. Голова болит. И естественно, есть ведь причины, почему она болит. Ну так ты задумайся над причинами, давай решать, Бог поможет. В этом его милость. А он опять к бутылке, он опять хочет уйти от этой реальности. И вот мы, бывает так же, встаем утром, милость Божья обновляется. И вот мысли потекли. И я начинаю, этот разговор прокручивается. Один раз прокрутился, второй раз прокрутился, третий раз. Я думаю, боже мой, что это такое? Я разговариваю опять. И когда вот я заметил, что по опыту уже, что когда я вот так начинаю общаться, тихо сам с собой, то понимаю уже со мной, что-то не так. Я доехал до работы, эти мысли прокручиваются, я останавливаюсь, говорю, все, я уже начал работать, но останавливаюсь, говорю, Бог, я признаю, со мной что-то не так. Я начинаю разговаривать с пастором Виталием, его здесь нет, это ненормально. По всей видимости, ты какой-то диалог строишь, а я пытаюсь оправдаться, Господи, что, как только я признал, что со мной что-то не так, я нуждаюсь в тебе, Бог, чтобы это понять. Моих сил нет, возможностей нет, но я нуждаюсь в тебе, чтобы понять, как только я это признал. дорогие присутствие божье сошло прям там и дух божий начал говорить со мной и вдруг я начал видеть да какое крутое предложение ко мне поступило я продолжаю там работать возиться а мысль новая идет от духа святого как в губку бог вкладывает 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 в результате я все бросил эти инструменты я подумал господи а вдруг час еще минуту поторможу пастырь кому-то другому предложит я побежал к этому телефону набрал игры слушай пасты а почему бы не не мне не взять эту ответственность вообще нет проблем давай я возьму это ответственно что классно и вот я вижу теперь все так классно и бог благословляет и мы сделали на самом деле много работы вчера и было время особенно я верю что он еще больше для нас приготовил дорогие сегодняшняя проповедь о том чтобы ты стараясь развивать отношения с богом когда он тебе что-то предлагает не смотрел на свои силы а посмотрел опять на него он иногда тебе кидает прямо в ракетку он иногда подает тебе это предложение потому что он хочет тебя в этом развить он приготовил тебе через это он хочет просто чтобы ты подставил ракетку сказал аминь господь я ничего не понимаю но я согласен да господь я не смогу но ты-то сможешь просто подставь ракетку он отлетит в правильном направлении и господь даст тебе новую подачу и у тебя улыбка появится в жизни потому что у тебя начнет получаться бог не за то чтобы тебя выиграть бог за то чтобы сделать тебя сильнее для за то чтобы тебя развить чтобы ты был лучше сильнее перспективнее а потом научишься приседать а потом научишься серьезные движения делать итак пойдем с богом давайте встанем дорогие давайте помолимся господа я знаю как много у бога есть для церкви так много у бога есть для каждого абсолютно для каждого из вас его голова полна мыслей его сердце полно желаний для каждого для каждого для каждой из вас все эти желания они больше они несравненно больше чем то о чем мы можем думать или помышлять и мы иногда читаем это местописание написано что бог приготовил для нас несравненно больше мы говорим давай давай больше так он готов давать больше только это все через взаимоотношения это все через твое да как апостол говорит в нем нет и чего-то нет в нем да и аминь он хочет отношения с тобой строить чтобы ты был согласен на эти отношения чтобы ты доверял в этих отношениях его тайна должна раскрываться в твоей жизни его призвание должно раскрыться в твоей судьбе перестань смотреть на себя перестань смотреть на свои силы запрети себе смотреть на свои возможности смотри на бога когда приходит от него желание когда приходит от него какое-то предложение смотри на него от него придет помощь от него придет сила от него придет все возможности и у тебя все получится отец мы молимся тебе об этом отец мы нуждаемся в тебе бог мы благодарим тебя за это великое прощение мы благодарим тебя бог за то что ты так возлюбил нас что пролил свою кровь за все наши грехи мы благодарны тебе бог за то что сегодня ты не судишь нас за то что сегодня ты за нас твои планы божественные готовы открыться в нашей жизни бог мы благодарим тебя отец небесный мы принимаем твое прощение отец мы принимаем твое оправдание я слышу что сейчас кому-то нужно попросить прощения что для кого-то эти слова они как будто не твои и ты говоришь я знаю что я виноват я предлагаю вам эту молитву давайте склоним головы и если перед богом и если ты хочешь помолиться этой молитвой и попросить прощение у бога я прошу тебя повторяй сейчас за мной эти слова я просто помогу тебе выразить их в молитве повторяя вслух или шепотом бог услышать тебя мой небесный отец прости меня за каждый мой грех я нуждаюсь в тебе я прошу тебя приди ко мне приди в мою жизнь я доверяю свою жизнь тебе я приглашаю тебя в мою ситуацию ты знаешь о какой ситуации ты молишься пригласи бога в свою ситуацию испытай его испытай его по-новому он испытай его на его условиях господи приди в ситуацию о которой молятся сейчас братья мои и сестры о бог всемогущий я благодарю тебя у тебя нет никаких ограничений у тебя нет никаких господи недостатков я благодарю тебя за то что в твоей руке все серебро и золото я благодарю тебя что в твоей власти освободить от всякой болезни и я прошу тебя приди в каждую ситуацию о которой молятся сейчас братья мои и сестры мои о во имя иисуса христа пусть всякая пелена упадет с глаз пусть свет божий воссияет пусть ценности божьим они будут превознесены пусть истина божьим станет как столб в жизни нашей аллилуйя господь благодарим тебя мы благодарим тебя мы благодарим тебя за твою истину мы благодарим за твои перспективы за твою любовь мы благодарим тебя за твою силу которая приходит сейчас в наши тела которая приходит сейчас в наши работы которые приходят в наши души во имя иисуса христа я провозглашаю надежду я провозглашаю будущность которая от бога которая сверхъестественная мы отрекаемся от всякой лжи дьявола от слабости от ограниченности от пустых ожиданий мы отрекаемся от всякой лжи которую приносит дьявол и мы доверяемся тебе наш бог отец мы благодарим тебя мы благодарим тебя мы благодарим тебя бог за этот дождь с неба мы благодарим тебя освещай господь нас освещая нас господи благодарим тебя мы хотим тебя больше мы хотим с тобой пойти так далеко ку как ты хочешь пойти с нами мы готовы господь с тобой приседать и отжиматься и делать все что нужно мы готовы господь творить невозможное мы готовы явить тебя бог в этом мире мы готовы прославлять тебя всемогущий царь аллилуйя